Обзор боя Самат Кыргыз против Амхата Нохчо, кто победил в данном бою и недовольство Амхата в сторону монтажеров и судей хардкора. Ставь лайк и приятного просмотра! Итак, первый раунд начался с небольшой перестрелки, но уже на 10 секунде боя Амхат попадает в жесткий правый прямой в Самата. Но Самат его выдержал и не дал доработать Амхату, зайдя в клинч. После чего Амхат еще больше активизировался и попал еще один правый, сопроводив его своей улыбкой. Самат, в свою очередь, не был похож сам на себя в этом раунде. У него не особо получалось переигрывать на движении и скорости, как это обычно он делает. А Амхат и не собирался переигрывать Кыргыза на перестрелках, а выбрал тактику взрывов и периодических налетов на соперника. Под конец раунда Самат уже более-менее включился, начал работать в челноке и пытаться разбивать Амхата на скорости. Но, скорее всего, этого было недостаточно для победы в первом раунде, и он отходит Амхату Нохчо. Итак, друзья, футворк и тайминг – это то, благодаря чему Самат Кыргыз из раза в раз выходит победителем из своих боев. Но в данном раунде было ощущение, что Самат попросту еще не проснулся, и в какой-то момент, когда он пропустил пару увесистых ударов, даже было такое ощущение, что сейчас все может закончиться. Но Самат уже по ходу раунда собрался и включился уже в привычную манеру боя. Да, раунд, скорее всего, он отдал, но очень было важно не потерять голову в такой непростой ситуации. В своем видеопрогнозе на данный бой я говорил о том, что побеждать должен Самат Кыргыз и проходить в финал, и чтобы не пропустить все мои прогнозы абсолютно бесплатно, с учетом введения статистики, переходим по ссылочке в закрепленном комментарии, подписываемся в телеграм, там все абсолютно бесплатно, всем рад, всех жду. Второй раунд начался с очередного взрыва Амхата в сторону Кыргыза, но Самат и сам уже стал больше попадать по оппоненту и отлично встречать его на контратаках, а по футворку и опущенным рукам уже стало понятно, что Кыргыз включился и начал набирать обороты. Амхату все труднее становилось попасть по Кыргызу, а Кыргызу, соответственно, наоборот. Амхат пытался еще пару раз взрывами налететь на Кыргыза, но это уже выглядело не столь успешно, как ранее. Далее начинается скоростная перестрелка между бойцами, в которой Кыргыз смотрится предпочтительней, но он также пропускает навстречу. На экваторе раунда становится понятно, что у Амхата начинает проседать физуха, а Кыргыз еще не собирается снижать темп боя, но Амхат понимает это, старается клинчевать Кыргыза чуть ли не после каждой атаки и заканчивается раунд с усталостью на лице Амхата и куражом на лице Кыргыза, в который он уже вошел. Второй раунд забирает Самат Кыргыз 10-9, но первый забрал Амхат Новчу 10-9. И понимая то, что Амхат устал больше, чем Кыргыз, угловые Амхата дают ему установку бить 1-2 удара, проходить в клинч и висеть на Самате. И это действительно грамотный ход с точки зрения того, чтобы минимизировать урон, ведь Амхат очень сильно устал, а Самат начинает попадать все больше и больше. Самат же в свою очередь был очень заряжен, и у него даже хватало сил обратиться к зрителям в перерыве между раундами. Как дела у вас? Нормально все? Как там Тюмень, Кыргыз, как вы? Я у меня нормально все, на работе. Говорит, что вы там как, у меня все хорошо, я на работе. И по такому настрою и количеству бензобака многие понимали, что скорее всего третий раунд заберет тоже Самат. В начале третьего раунда Амхат забирает центр и выполняет установку, пробивая пару ударов и клинчуя Самата. Далее отлично ловит Кыргыза навстречу левым боковым и также прекрасно пробивает правым прямым в корпус. Есть понимание, что все же неплохо Амхат восстановился за минуту перерыва. У Самата открывается рассечение, но на контратаке левым боковым прямо в челюсть он отправляет Амхата в первый нокдаун за бой. И после того, как Ногча встал, все силы его явно покинули. И соответственно с этим событием Самат взвинчивает темп все больше и все больше начинает попадать. Амхат опять же из раза в раз ищет спасение в клинче, но напоследок пропускает еще один точный удар, правда держит его и не падает. Ну и раунд завершается. По итогу закономерная победа Самата Кыргыза и выход в финал гран-при. Итак, что мы увидели? Первый раунд забрал Амхат 10-9, второй забрал Самат 10-9. Третий я бы отдал как ничью, потому что половину раунда забрал Амхат, половину Самат, но был нокдаун и поэтому 10-9 в пользу Самата Кыргыза и как бы закономерная победа Самата. Но с данным решением совершенно не согласен Амхат Ногча и вот что он написал у себя в инстаграм странице. Всех приветствую друзья, можете не писать мне слова поддержки, я серьезно, потому что я знаю, что не проиграл этот бой. Почему и как узнаете на следующей неделе, когда выйдет конференция? Скажу так, первое я оторвал бы руки тому, кто монтировал наш бой, второе я оторвал бы руки тому, кто следил за временем во время боя, особенно второго раунда, а третье скажу на конференции, чтобы не было времени подготовить ответы. Друзья, вы видите картинку, которую вам показывают, а я видел, что было в действительности. Не знаю, что сказать на данный счет, все возможно и с этим мы уже будем разбираться тогда, когда пройдет конференция, каждый выскажет свою точку зрения и тогда уже поговорить. Но из того, что я увидел конкретно по видео, Самат Кыргыз забрал этот бой. Самат же в свою очередь написал, это был тяжелый бой, эмоций и радости совсем нет, так как я пришел сюда выиграть весь гран-при. 5-0, остался всего один шаг. Теперь же Самат Кыргыз выходит в финал гран-при, в котором будет биться против Лендруша Акапяна за вот эту новенькую BMW, а МХАК будет биться с Хамзатом Маэстро за третье место в данном гран-при. Я обязательно буду делать прогнозы на данные бои и чтобы их не пропустить, подписываемся на данный канал, нажимаем на колокольчик и конечно же подписываемся к телегу. Жду от вас ваше мнение в комментариях, кто по вашему мнению победил в данном бою и конечно же прогнозы от вас по поводу финала и по поводу боя за третье место. А на сегодня все, друзья, до встречи.